Самый богатый человек в Вавилоне, почему рекомендую, потому что все приходят за деньгами, но никто не умеет копить. Здесь прям схема, как накапливать, почему и для чего, и куда дальше что с ней делать. У меня вообще ощущение, как будто это найманы написали. Найманы можете не тратить деньги, не покупайте, потому что вы так живете. Я почему про найманов так говорю, у меня жена найманка, поэтому я знаю, что говорю. Самый богатый человек в Вавилоне, знаете, про экономию, накопительство, наращивание, вот такое. Этого в современном мире очень многим не хватает. Это вот как улучшить свою жизнь материально. Те, кто есть здесь, ремесленники, массажисты, психологи, художники. И я часто про это говорю, не работайте бесплатно. Дело не в том, чтобы зажимать свое какое-то творчество и не отдавать, но дело в том, чтобы себя не обесценивать. Потому что все, что ты будешь делать, когда ты не берешь у людей деньги, ты обесцениваешь свой труд. Человек не ценит то, что ты ему сказал, и поэтому он ничего не делает и не будет результата. Поэтому себя важно продавать, но вот таких вот каких-то больших вещей там не надо. Только очень часто проблема коуча или психолога, особенно кто начинает, ты не поймешь, где ты с ним просто говоришь, а где уже сессия началась. И я эту границу тоже не мог раньше понять. Лидер без титула. Книжка. Все люди, помогающие их профессии, боятся брать деньги за свои услуги только потому, что им кажется, что им нужно спасти мир. И мир беден, и платить им нечем. Мне часто спрашивают, а если у нас нет денег, что нам делать? Если у вас не хватает денег, займитесь своими финансами. Вам пока рано тогда. Всегда ходите на тренинги, которые тебе по карману. Я не люблю людей, которые приходят на тренинг за чужой счет, что ли. Это самые немотивированные люди. Они приходят обесценить и уйти, и зато я за тренинг не должен и тебе, и не туда. Поэтому цените себя и продвигайте. Это книги еще раз селфи. Тегайте меня, Айнуру. И самое большое количество лайков мы в этой книге разыграем. Прочтение, в общем, потом возьмите.